17-летняя паладинша Сарочка Керриган 16 уровня находится на 15 этаже подземелья в игре Dungeon Hack. Ребята, всех приветствую, мы продолжаем тусоваться в этом подземелье и на этом этаже нас ждет сражение с рыцарями смерти, Death Knight'ами и с Химерами. Но это ничего страшного, потому что у меня уже есть заклинание резистов и кто-то посмел отпирить дверь. Давайте проверим, кто это был. Это рыцарь смерти, очевидно, был. Получает два раза, потому что королева клинков работает. Так, но перед тем, как идти в тот коридор, мы проверим еще вот эти двери. Тут у нас ключ лежит. Слушайте, хорошо зашли. И обвал. О, там еще Химера вроде бы тусуется, да? Не, или там изображение Гобелена. Там, наверное, изображение Гобелена. Мы можем это проверить. Да, это Гобелен. На Гобелене, ну, похоже, какой-то военный баннер висит. Дядя Сэм местный фэнтезийный. Право-лево, не знаю. Давай лево для начала. Так, дверь с кнопкой, тем более. Дверь с кнопкой, очередной военный Гобелен и... Опа! Не, показалось. Показалось. Какие-то наросты на стенах. Хорошо, мы тусуемся вперед. Химера выходит. Получает два удара и ложится просто. В темноту подземелья. Тут еще кто-то был. Не? Не, просто показалось. Это решетка. Мы должны... Заканчивается блесс у меня. Слушайте, у меня скоро бафы спадут. И надо будет аккуратнее действовать. Кстати, надо, наверное, все-таки резисты к огню зачитать. Потому что впереди еще Химера. Так, две Химеры. Резкий врыв. Первая Химера получает. Я получаю. У меня заканчивается действие защиты от негативного плана. Теперь мне могут откатить уровень. Но это не страшно. Потому что, да, знаете, вроде бы таким не занимаются. Еще там Химера у нас. Химера ничего. Ложиться тоже отдыхать. Но 102 ХП меня пробили уже. Надо, конечно, бафы, наверное, понувы-то обновить. Еду перекинуть вот куда-то сюда. Что у нас? А у меня заклинаний-то не осталось. Возложу руки, чтобы было полное ХП. И... Заклинание резист фаер. Я точно не помню, сколько оно добавляет резистов. Там какое-то процентное соотношение. Наверное, около 25 базовое заклинание дает. Плюс зависит от уровня священника. Тут кто-то пытался выбраться. Не, а тут кто-то кофту оставил. Хе-хе-хе. Кофту оставьте себе. Мы отпираем следующую дверь и проходим по подземелью. Сражаясь с рыцарем в смерти. Вот этот какой-то жесткий. Три удара понадобилось. Химера лупит по мне огнем, но мне на единицу залетает. У меня еще ощущение, что работает... Вот там большая тусовка впереди. Что работает вот этот камень Иаун. Как... Ну, он отсорбирует действия заклинаний. 17 уровень получается Ара Керриган. Ну, давай сразимся. 17 паладин там Тахо должна расти. Это очень сильный класс уже персонаж получается. Фаербол летит мне. Я отступаю. Порячусь за спину. Что, прилетело? Вроде прилетело. И... Он продолжает тусоваться. Опасный коридор. Можно в яму, наверное, провалиться. Может быть, тут ловушка будет. Сейчас сюда не пойдем. Пойдем сюда. Наверное. Давай по карте посмотрим. Сюда надо бы сходить, ребята. Вообще, надо на начало возвращаться. Давайте тут сохранимся. Оп. Хип-хоп. И... Химера впереди. Врываюсь на Химеру. Огненное дыхание не срабатывает. Может быть, и у меня еще с ростом уровней повышаются. Тоже спас броски какие-то. И... Вырожденные резисты, может, они тут запилили. Первый РД знает готов. Второй получает. Машет мечом, но пробить меня уже не может. Тут уже получает дверь с кнопкой. Большая комната. Что это? Эльфийская кольчуга висит. Ну, у меня уже получше доспех. Потому что у меня доспех... Ммм... Этого фанга. И класс защиты у меня минус пять. Эльфийскую... Ох, я получаю тут еще. Это как это я получил. Все, нельзя вставать. Это ловушка какая-то сработала. И тут ловушка работает. Так. От ловушки класс брони не спасает. Это кто-то выходит. Сбоку заходит. Рицарь смерти. Получает два удара. Мечом священным. Хотя у Сары Керриган сомнение, что этот меч фанга священный сильно. Так. А тут надо вставлять камень. Есть такое. Химера впереди. Получает под хвост просто. Рыцарь смерти тоже получает. Я отступлю. Подойду на нападу и все. И он готов. Так. Сверху какие-то сталактиты, сталагниты. Я путаю. И впереди еще комната с рыцарем смерти. Подойдем, влупим ему и отступим от Химеры. Потому что Химера впереди. Химера тут внушительная достаточно. Три головы у нее. Причем одна из голов голова дракона. И Химера охраняла балсавант какую-то. Давайте испробуем ее. Ничего не случается. Какая-то палочка ни о чем. Может быть я не могу ее в принципе использовать. А может быть она разряжена. Оставлять ли ее? Ну ее можно оставить. Эту палочку. Надо сохраниться. Оп. Сюда пожалуйте. Так. Что там дальше по подземелью? Тут все. Тут мы кусок очистили. У меня вот сюда вернуться на начало. Возможно следует. Тут коридорчик легкий. Надо ли идти на начало? Мы потому что отсюда начали. Вот тут дверь. Вот тут. Потому что мне наверное в конец. Да. Давайте сразу это сделаем. Чтоб потом не бегать. Но для начала коридорчик легкий. Легкий коридорчик. Вот здесь. Развернулись. Наручи лежат. Ну. Что. Минус 8 класс защиты становится. С ними это очевидно. Наручи защиты плюс 2. Поскольку у меня доспех не магический. То у меня больше бонусов работает к защите. Потому что если есть. Насколько я помню. Если есть предмет магический. В который уже зачарован таким образом. Что он понижает класс брони. Ну повышает его точнее. Потому что тут мы играем от обратного. То не все бонусные вещи срабатывают. Так. Защита от зла заканчивается. Сейчас надо наверное отдохнуть будет. Там куда-то сюда. Ну тут я думаю мы сразимся еще. Что тут может случиться. Такого. Ну кто тут у нас. Химера тем более. Раз. Два. Все. И отступить. Какие-то химеры дохлые. Тут по сравнению с той которая была боссом. На одном из этажей. Сюда куда-то проходим. Мне бы забафаться. Потому что тут я так иду смело. Да. Тут надо наверное бафаться. Еще пару комнат я думаю возьмем. Эту химеру преодолеем. Заклинание свободы я тоже буду вешать. Я все-таки принял решение. Что я. Ох я получаю на 5. На сей раз. Видите. Все-таки. И на 8. И на 8. Еще кто-то тут тусуется. Надо аккуратнее действовать. Бафы нужны. Он сейчас потому что влупит по мне. Он сейчас пойдет на меня. Мерзкий. Мерзкое отродье зла. Что тут монету стерек. Есть место для монет. Паладину монеты ни к чему. Разве что лечиться. Тут ключ надо вставлять. Разделаем это. Тут же выходит рыцарь смерти. Сандалит по мне. Но тут какой-то урон у них послабее вылетает. Или у меня действительно уже хороший уровень. И резисты к магии. Потому что когда мне залетало. Какие кольца у меня кстати висят сейчас ребята. Аметистовое кольцо. Это кольцо ловкости. А вот это кольцо. Это кольцо мудрости. Кольца я не менял. Амулет. Тот же по сути. Может броня. Имеет в себе защиту от огня какую-то. Или защиту от магии. Еще синюю ерунду тут подбираем. Так. Надо отдыхать. Надо все-таки отдыхать. Сейф легкий. Оп. Пошел сейф. И арест. Да. Кастуй там заклинание. Отдыхай. С эти 24 хп. Восстанови. 40-50 часов. 60. Хватит с тебя. Потому что сейчас они тоже все пообновляются. В этом подземелье монстры. Мне это ни к чему. Вот у меня места уже нету. Эта палочка. Балса вент. Она такая не очень. Да. Я ее наверное выброшу. Потому что она ничего не делает. Может она в упор к противнику что-то делает. Может она что-то опознает. На примере кольца. Например. Я беру в руку. Использую палочку. Ничего не происходит. Рубиновое кольцо. Наверное ничего она не делает. Ложим ее и бафы надо зачитать. Бафы надо зачитать. Зачитать бафы. Так. Что пойдет ни че? Помощь пойдет. Пойдет наверное защита от негативного плана все-таки. Пойдет заклинание свободы. Free action. Prayer пойдет в следующем нашем списке. И резисты к огню надо. Зачитать пусть они будут. Остается bless и остается защита от зла. Да это тоже все можно бафать. Ребята много бафов. Это хорошо. И мы готовы. Мы сохранимся. Исследуем неисследованную часть подземелья. Сколько тут осталось. Тут прилично. Сюда 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 куда-то. Та-да-да-дан. Такая тревожная музыка боевая. О! Рыцарь смерти. Что такое? Ударить не могу. Потому что меч не тот. А кинжалом вам еще можно. Кстати можно кинжалом попробовать с ними посражаться. Тут тупик. Все. Отсюда выходим. Сюда выходим. Идем сюда. Тут вниз надо было идти. Право-лево чисто. Ну и тут ничего такого нету. Надо к дверям идти. Надо идти к дверям. Или секретную стену искать. Нету кнопочек никаких. Но я не вижу. Не вижу. Значит отсюда выходим. Секретные стенки могут быть. И вот это проблема. Потому что их попробуй с ищи тут. Все такое одинаковое в плане графона. А как мне туда выходить надо было? А? А мне туда надо было выходить из другого коридора. Через двери судя по всему. И все. Мы туда пройдем. Туда надо идти. Потому что надо все чекать. Ребята. На уровне подземелья. Поэтому идем по верху. Тут куда-то вниз. Тут противник. Кинжалом урон 12. Надо все-таки короткий меч готовить. Он убегает кстати. Давай я короткий меч приготовлю. Еще раз включу карту. Тут вниз. Сюда и вот сюда. Хорошо. 15 этаж подземелья. Все не будет так просто. Раздается мерзкий голос. Где-то в глубине подземелья. Ты думаешь, что мы с тобой тут шутки будем шутить? Наш командир великий... А, это я камень Яун выкладывал. Наш командир великий дракон победит тебя. Так, два удара по химере. Третий удар. Еще тут кто-то. Еще химера. Еще два удара. Кто-то выходит на меня. Это рыцарь смерти. Получает два раза. Начинаются мансы небольшие, ребята. Оп. Ну, молоток с него падает. Не знаю, нужен мне он или нет. Я по себе сандалию. Это магический молоток. Судя по всему. Где он делся? Вот он. Ну, потому что урон вылетел восьмерка. Из него. И ключ. Ключ. Такой у меня был вроде бы. Не было еда. Еду выкладываю. Еда не нужна. Так. Дверь с кнопкой. И в ней ничего. Ну, ловушка может быть. Ну, конечно же, я становлюсь на эти пики. Ну, ловушку надо было чекнуть. Тупоголовый паладин не умеет их обезвреживать, но он умеет на них нарываться. Хорошо. Все, этот этаж закончен. Тут мы, наверное, снизу пройдем. То есть, надо вот тут сюда, сюда, сюда и проходить. Кто там у нас? Там Химера ждет, уже поджидает. Посмотрите на нее. Мы сразим все зло, которое присутствует в этом подземелье. И не убоимся зла вообще. Победим всех. И вынесем мистическую сферу. Отсюда. Ох, тут я получаю на пятерочку. Рецепт смерти. Ответочка тоже прилетает мечом в правой руке. И тут дверь. Я в дверь не пошел, я пошел в коридор, да? Да, тут преследование идет, кстати. Это преследование надо пресечь. Во избежание... Преследование серьезное. На пять мне залетает все-таки. То есть, хилиться придется. Следующий коридор. Следующий коридор. Так. Эту дверь открывать с помощью кнопки. Тут коридор надо чекнуть. Тут можно возложить монету. Ну, так я тебе надо сэкономить монеты. Хотя тут захилиться хочется. Итак, с сейвами играю. Возлагаю монету. Надо красный ключ. Здесь коридорской мерой получаю на единицу. О, страница журнала. Ну, давай. Есть причина... Короче, есть причина, по которой там какое-то заклинание нужно, чтобы полностью уничтожить спектра. И следующий рыцарь смерти. Сандарит. Мы ему тоже отправим. И отступим. Оп. Ждем пока фаерболл прилетит. Прилетел. Что, рыцарь готов? Не, не готов. Еще молот с него выпадает. Но я теперь не знаю, какой из них мой. Хм. Ладно. В эту дверь или в эту? В эту для начала. Оп. Так, ну, большая тусовка предстоит. Раз, два удара. Он выходит. Готов. Химера. Два удара готова. Как паладин сражается уже с химерами. Слушайте, химера была боссом на одном из уровней. Такая жесткая была. Получите тогда петхвист. Что вам сказать? Вам мечом. Вот этим мечом. Отступление еще химера на меня выходит. Не до шуток, ребята. Это отступление небольшое. Все-таки я побаиваюсь. Она такая внушительная. Оп. Еще лапой хотела прописать. Ну и баннер тут охраняли. Ничего тут нету. Следующая дверь. Красный ключ. Опа, это яма. Сюда падать нельзя. Или, возможно, яма это будет переход на следующий этаж. Яму запомним. Еще химера получает. Сохранимся. Первая яма в игре. Количество ям, по-моему, среднее у меня выставлено по кастомизации подземелья. Так. Все-таки данжен хак это такая песочница скорее. Песочница. ДНД. Олдскульная. Следующая химера получает. Я получаю на троечку. Химеру работал. Тут тупик. Тут окно. И тут проход. Чисто. Надо идти вперед быстрее, пока работают все бафы у меня. Еда. Железный рацион. Можно взять. Химера за углом. Получает два удара. Я получаю. А, это я вступил. Вступаю в ловушку какую-то. Химера выходит. Опять я вступаю в ловушку. Да. Каждый раз, когда в эту область захожу. Ну, получаю. Но чтоб ничего не поделаю. Тут еще ловушка. Надо решительнее тут действовать. Ключ. Ключ. Я против ловушек ничего не сделаю. Возможно, нужен эльф. Или этот... Или нужен вор, чтобы эти ловушки избегать. Мощная химера. И тут ловушка еще, да. Охраняла еду. Получаю, ребята. Следующая дверь. Надо синюю ерунду вставлять. Еще химера выходит. Получает. Надо сохраняться. Потому что становится опасно. Внезапно. Так. Ну, я получаю урон, просто идя по подземелью. Виверна. Так. Виверна это нехорошо. Почему? Потому что это босс. Во-первых. Во-вторых. Пф. Ни о чем. Ну. Старожиловыход, наверное, на уровень, да. Тут ловушка. Тут где-то должен быть уже выход. Рицарь смерти. Большое нагромождение сил противника действительно большое. Готовимся к битве. Молитва и битва. Так. Рицарь смерти выходит. Получает. И. Следующая химера. Два удара. Я отступаю. Не успею сейчас прописать. Кулдаун. Все-таки, да. Шо-шо. Еще получаю урон. Много противников. Господи, как опыт капает. Получает. Тут где-то проход должен быть вниз. Химера впереди. Ну, странно. Обычно босс истережет проход. И карту будем смотреть, когда тут со всеми разберемся. Босс был где? Где-то в этой комнате. Может, здесь где-то выход с уровня. Не подсвечено. Ребята, надо секретную стену искать. И противник на меня выходит. Очередная химера. Готово. Окно там. Кто-то заспаунился. Тут химера еще. Два удара. Гобелин очередной. И вот и выход. Ну, тут надо проверить. Еще чекнуть. Потому что секретная комната. Это секретные вещи какие-то могут быть. Так. Ищу кнопочки. Не нахожу. Значит, тут я не пройду сюда никоим образом. Тут. Какие-то кнопочки. Кнопочки. Тыкаюсь, смыкаюсь. Нет. Тут не прохожу. Из вот этой, значит, надо искать. Провер заканчивается у меня. Как туда еще можно? Еще снизу можно попасть. Да. Внизу кто-то заспаунился. Кнопки я вроде бы все чекнул. Еще раз до проверки совести. Интересно, будет ситуация, когда вот спавнишься, попадаешь в темную зону, в ловушку, и в темной зоне надо найти секретный проход и просто, чтобы перейти на следующий уровень. Вот тут я урон получаю капитальный. Тусуюсь по этим ловушкам. Давай, возложим руки, повысим себе уровень хп, полечимся. И... Мне нужно проверить вот этот проход и вот этот. И преследование происходит. Господи, как меня калечит просто в этом подземелье. Нашел секретную стену. Рыцарь смерти выходит. Еще один получает разочек. Коротким мечом, длинным мечом. Все. Еда тут только. Но еды выпадают уже очень хорошо. И секретных стен достаточный минимум, которые не надоедают. Потому что первые мои заходы в подземелья, капитально было много секретных стен, и это трошки даже напрягало. А монстров спавнится много. Вот это тоже волнует немного. Много-немного, следующий левел. Заходим. Наконец-то. А то я уже устала получать урон, когда каждый раз захожу в данную область, говорит Сарочка Керриган. И уровень с кнопкой секретной. Сохраняемся, ребята. Это шестнадцатый. Сейв гейм. Так. Оп. Хм. Ну, бафаться или нет? Я не знаю, что меня тут ждет просто. Меня впереди ждет ловушка, как минимум. Куча ключей. Ловушку надо пробегать. Ключ давай мы применим сразу вот так. Отпирается дверь. Берем другой ключ. Башка выпустит снаряд. Так, тролли опять. Ну, вы уже не такие страшные. Хм. Урон, видите, восемь-девять поднялась у меня по урону, но все равно этого не хватает, чтобы вольнуть тролля. Но это не опасные противники. Это надо просто выдерживать. Тут что-то вообще страшное изображение. Хм. Так. Это какое-то предупреждение для воров. Что-то такое написано. Слушай, у меня сейчас к ловушке выходить тролля. О, из тролля кольцо выпадает. Обсидиановое. У меня есть такое. У меня такое есть. Не знаю, что оно делает. Да, это знак для... Для воров. Может, сюда что-то засунуть можно? Не знаю. Давай попробуем кольцо. Скормить. Не хочет. Лупить тоже не получается. Ну, тогда проходим по подземелью. Вода. Опять ловушка. Может, просто изображение. Может, не ловушка. Посмотрите на размер зубов. Очень здоровая, да? Впереди что? Еще тут изображение. Рычаг вообще не был заметен. Так. Кто тут? А, мумии. Что? Мумия что там могла сделать? Захалдить, по-моему. Мумии, тролли. Это уже было. Перчатки. О, какие-то. Сейчас, подожди. Их брать. Почему ты их не можешь сюда положить? Сюда куда-то положи. Потому что надо по подземелью разобраться. Куда идти? Ключ нужен, да? Давай сразу применять все ключи. Мне нужно, потому что... Чистить инвентарь. Тролляка выходит. Мерзкий тролль. В Need for Speed есть гонщик. Который тоже называется тролль. Очень забавно это. Мумии жесткие. Золотой ключ. Терегла. Так. Незнайка и золотой ключик. Тут трое троллей. Двое троллей и мумия, точнее. Ре-ре-ре. Кричат. Хотят взять паладина. Благородный паладин не испугается. Я боюсь только, чтобы одна из этих голов все-таки в конце концов не выстрелила. Что? Мистер мумия. Удар на 10. Мечом фанга. Вам два удара на 16. Раскатаем просто. Свиток. Защита от холода. Ну, допустим. Еще дверь. Открывается рычагом. Проход в коридор. Две мумии. Так. Мы готовы сражаться. Что-то они медленные такие стали. Может, я просто быстрый уже. Оп-оп. Скорость у персонажей не растет. Во второй редакции... Даже во второй с половиной только у класса варвар она увеличена. Вот. Потому что его вроде бы варвара убирали из второй редакции. Тут еще ключ фиалковый. Тут тупичок. Еще что-то лежит. Ребята, это надо все эти предметы брать. Давай чекаем перчатки. Сила падает. Но я не знаю, что они делают. Я оставляю себе перчи силы. Мне, потому что других вещей не надо. Надо опять от чего-то избавляться. От еды. И куда идти? Тут надо все чекнуть. Надо вернуться. Вот эту дверь надо отпереть. Рычагом открывается. Еще ключ. Впереди, возможно, ловушка. Так. Я думаю, от чего избавиться. Мне уже не от чего избавляться. Понимаете? Тут уже такая пьянка пошла. Что это? Крюк не нужен. Ну как крюк, если я упаду на следующий уровень? Если это крюк монеты надо... А, ну брейсерс можно выложить. Ловушка не сработала. Кнопку прожимаем. Проходим сквозь подземелья. Какие-то двери отпираются. Так. Брейсер составляю, потому что нет смысла мне их таскать при себя. Тут кто-то. Троль. Получает два удара. Я тоже получаю. Он получает отступление. Мумия. Готов. Тут еще сейчас кто-то выйдет. Кто это? Мумия. И... Битва при... Мерзкой роже. Эта битва восславится во всех летописях забытых королевств. Троль продолжает пробивать. Все-таки у них хорошая атака. И все. Больше тут еще нету. Тут еще гобелин. На гобелине царапины изображены. Это кто-то поработал. Очень большими когтями. Проходим. Проходим. Надо засейвиться. Надо засейвиться. Я не трус, но я боюсь. Оп. Так. Куда? А вот сюда куда-то. Тупик. Дверь с кнопкой отпирается. Еще троллю в спину удар. Выходи на честный бой. Готов тролль. Еще ключ лежит. Уже нечего выбрасывать, ребята. Ключи надо... И тут еще камень. Это важные вещи, слушайте. Надо от чего-то избавиться. Подожди. У меня была палка, которая еще не делала. Это Флант Уфрост. Флейл или Морнинг Стар. Это надо читать заклинание. Я не помню, какой из предметов. Кинжала у меня два, да? Меч можно, наверное, выложить. У меня две вещи надо выкладывать. Это надо точно брать. Ключ. Копперки у меня есть один такой. Все. Ключ не берем. И меч я выложил. Места нету уже. Так. Тут должна быть секретная стена или мы должны обходить это все. Мы пойдем по номиналу пока что. Если можно так выразиться. То есть по обычному пути. Вольнем в следующую мумию. Мумия замахивается. Оп. Два удара. Она готова. Впереди дверь. Тут надо возложить агат. Весы. Чаша весов. А тут сверху что? А тут я бы в яму провалился. Видите? Мои руки. Что-то я себя чувствую слабее. У меня сила понижена. Но у меня перчатки одеты. В этой области. Специально область такую сделали. Видите? Сейчас попробуем кошку. Как это работает в принципе. Чтобы в принципе узнать. И ключ еще лежит. Так. А тут чисто. Да? Вот этот эффект. Тут еще мумия. Надо ее вольнуть. Получает. Я еще сюда не ходил. Тут мы закроем дверь. Значит где эта область была. Мои армии чувствуются как дед и вейт. Как будто мертвы они. Или слишком тяжелый груз они несут. В общем это эффект который снижает силу. Где я видел дыру? Ребятушки где-то. Я видел ее. Сейчас мы ее найдем. Надо потому что посмотреть как работает. Я вот сюда зашел. Вот она. Как эту кошку применять то? В руке можно ее держать? Да. Мои руки не чувствуют такой тяжести теперь. И я из ямы выбираюсь. Если я в яму упаду я. Ааа. Хе-хе-хе-хе-хе. На 6 пробило. Неплохо. Нет. Не надо было сейчас опять залазить. Так. Навыки скалолазания. Хе-хе-хе-хе. Голос мужской почему-то записан. Но я хотя бы разобрался как использовать эту кошку. Надо ее убрать. По хп в принципе еще более-менее. И мы проходим дальше по подземелью. Налево. Направо точнее. Оп. Два удара. Тролль. Так. Какой-то бы свиток силы использовать. Но таких не встречалось пока что. Большая комната. Мумия. И тролль. Надо наверное выставлять количество этажей. Сопоставимое количество противников. Которых мы можем в принципе встретить. То есть их посчитать по мануалу. И все. И больше не надо ставить это количество этажей. У меня там максимальное на уровне сложности хард. Вообще оно ребята 25. Я думаю это не серьезно. Делать подземелья. Сюда сходить надо. Несерьезно делать маленькое подземелье. В 18 наверное самое то. Чтоб полностью пройти игру. Так. Вот сюда я не ходил. Сходим. А тут ничего нет. Видите как оно. Бывает. А как же сюда попасть? Тут должна быть секретная стена. Тыкаюсь. Мыкаюсь. Ничего найти не могу. За ней кричат уже тролли мерзкие. Из другого коридора или кнопочка должна быть. Но попробуй сыщи ребята эту кнопочку. У меня кнопочки вряд ли тут будет. Отсюда. Отсюда нет. Значит выходим. Отсюда будем искать. Нет. Не могу сюда попасть. Значит да. Может телепорт будет какой-то. Так. Кнопок я тоже не вижу. Я мог пропустить. Тебе какую-то жертву выдать? Непонятно. Тут тоже эта рожа изображена. Тут сзади кнопки нету. Гобелин. Тут кнопки нету. Это что такое? Это остатки гобелина. Остатки гобелина. Тут пройдем. Так. Еще раз смыкнемся. Могут быть кнопки действительно на стене. И рушники на стене. Нету ничего. И рушники на стене. Дизайн такой неприятный. Непонятно что и почем. Но я секретную хочу найти. Поэтому я еще раз стыкаюсь мыкаюсь. Ничего не нахожу. Сейчас обратную сторону стены смотрю в наличии кнопок. Не нахожу кроме гобелина ничего. Тогда выходим отсюда. Тролль пришел. Может он из секретной стены как раз таки и пришел. Давайте посмотрим. Не он из этой комнаты пришел. Как сюда попасть я не знаю. Может сюда. А тут еще может быть проход будет. Хотя не знаю. Может тут уже такое подземельное будет менее широкое. Что тут еще тролль где-то был. Где-то вот тут он был в большой комнате. Да. Я видел это мумия. У меня получает два удара. Еще два удара и она готова. Куда идти? Куда идти? Безвечный вопрос. Идти сюда на север. Оп. Так. Тут у нас что? Большой проход и... Я вон камень. Это наверное такой как у меня. Камень голода. Точнее камень сытости. Ключ вставляю в следующую дверь. Тролль. Получает два удара. Много дверей. Такое подземелье неприятно когда много дверей. Двери отпираются при этом. Выходит следующий тролль. Тролль. Пупсик. Иди-ка сюда. И выходит мумия еще. Как мумии уживаются стрелями непонятно. Потому что мумии... Это существа, которые должны быть в гробницах все-таки. Они в таких данжах. Тут две мумии сразу. Иду, луплю их. Так. Первая готова. Вторая заходит сбоку. Получает тоже два раза. Ничего мне сделать не может. Что-то у меня по-моему бафы уже все спали давно. Я чисто без бафов иду. Еще мумия. Фростки надо вставлять. Мы отдохнем сейчас бафнемся. Что тут лежит? Ключ анка. Не, мне надо фростки. А такого у меня нету. То есть его надо искать. Тут надо вот эту ерунду вставить. Еще мумия получает. 18 уровень. Что такое? Что началось? Что началось? 18 паладин. Ребята. Не шутки вообще. Знаете почему? Потому что... Смотрю. Потому что по заклинаниям смотрите. Четвертый уровень появляется. Еще одно. Free Action пусть будет. Blessed Worms. Ну, может быть. Надо бы ее читануть еще раз. Что она делает? Я что-то путаю его. Это Агназара. Это нет. Это магические спелы. Magic Power. Спелы. Магические не надо. Нам надо вот эти. Таху. Armor Class. Хилинг спелы. Дефенсив спелы. Магический вестмент. Это общая информация. Холд Парсон. Файрбон. Не. Да что ж ты делаешь? Это стратегия. 7 левел. Нет. 6 левел. 4 левел. Мне нужен. Blessed Worms. Это спелл. Иммунитет к натуральному холоду. И резисты против магических холодных атак. Вот что делает. Blessed Worms. Ну типа магическая защита. Как-то благословленная защита. Что-то такое. Брать его против холода. У меня свитки есть. Беру. А. Не могу взять тут ничего. Кстати. Ремята. Третьего уровня могу одно заглядание взять. Magical Westman. Нет. Prayer. Защита от огня. Наверное. Да. Защита от огня. Прошлый уровень. Не могу. Четвертый нужен. Еще один. Медленно растет все-таки паладин. Отдыхаем. Ну. Я сам все сделаю. Меч сюда. Что такое. Закончить отдых. Тут. А. Тут плохо отдохнуло. Опять. Еще восемь. Да. Ахиль. Восемь часов. Не отдыхай. И заклинания эти. Восстанавливай. Возложи руки. Вот так. Вот еще отдыхай. Но как-то тут странно. Система. Сделана. Я тестил. Я пробовал ей записать заклинания. Хила. В книжку. Ну. Чтобы они были запомнены. Тогда она их читает во время отдыха. Может тут. Может все хорошо с системой. То есть. Это потому что. О. Detect Magic. Можно только вставать. Я зачем-то хотел. Я повыкидывал и так предметы. Которые мне надо было детектить. Ну. Защиту от зла. Например. Помощь. Например. От негативного плана не надо. Увышается от прейера. Этого быть не может. На рукавнике и щит. Такое выпадало уже. Оба магические. Но мы это брать не будем. Почему? Потому что. Мы. Имеем уже щит. Нужный нам. Который ничем не сравнится. Вот. Шлем выпадает. Ох. Ничего себе. Шлем фанга. Так. Минус 5 класс защиты. Ловкость 19. Ау. Распадает с меня. Да. Этот шлем надо. Давай шлем фанга. Оденем. Уже полный сет. Получим. Какой там полный сет. Ребята. Это надо посмотреть. Но посмотреть это надо. На гугле. Нет. Это не то. Это не то. Это. Это спойлер. Вот здесь мы смотрим. Открывайте. Открывайте. Так. Это надо закрыть. И. Что-то не закрывается. Гоблины. Ливинг. Ливинг маг. Есть здесь все-таки. Вон. Есть здесь вот эта тварь. Самая. Вот она есть в этом описании. А у меня в мануале ее нету. Это вот эти твари. Одна из самых худших. Это противников вообще. Если вы ее атакуете с мечом. Меч будет абсорбирован этим маком. Если вы его завалите. Можете получить некоторые вещи обратно. Но. То, что плохо. Вы не получите их обратно. Хе-хе-хе. Атакуйте магией. Хорошо заходят легкие сплы. Хорошо флеймблейд заходит. Но я сам додумался. Можете атаковать как оружием. Но оно не будет адсорбировано. Флеймблейд. Плюс прикосновение лича. Это возможно лучшая комбинация заклинаний. Ммм. Но оружие, чтобы победить мака. В принципе нужно. Это две палочки. Страйкинга плюс три. Это Брайан Мэкдок Эриксон выучил. Хе-хе-хе. Так, ладно. Вот здесь есть в этом Frequency Asked Questions. В неофициальном описании. Давай мне эту. Спешил класс айтемс. Подождите, ребята. Надо мне фанга найти. Это можно проще сделать. Это можно наверх. Ctrl-F. Как он там назывался? Вот. Айтемсов фанг. Армор шлем дает ауру страха вокруг. Лукую персонажа создает. Слушайте, так это доспехи это злые какие-то. Доспехи вообще какого-то темного стража. Этого фанга. Этот фанг был темный страж. Я не знаю, кто он такой был. Это можно будет потом почитать. Когда мы закончим с этим подземельем. Так. Кто был фанг? Тут давай ключ вставляем. И тут ничего нету. Хорошо. Тут вставляем ключ. Тут рычажок. Тут лежит ключ. Фрост ки. Который мне нужен. Кто-то там смеет напасть. Ну что, страх будет работать? Аура страха. Два удара. Я что-то так влупил по нему два раза. У меня две атаки началось. Видите? Две атаки в раунд. Это потому что комплект фанга. Можно туда им дописать, что комплект фанга, наверное, дает две атаки в раунд. Так, неплохо. Ко мне ауна ставим. Ну да теперь меня не победите. А ну-ка затестим. Не одна атака заходит. Может, когда он испуган, то две атаки залетают ему? Непонятно, ребята. Но было строгое ощущение, что у меня вылетают две атаки. По-моему, и одна. По-моему, и одна. Так, яблоко. Кто там кричит? Получите яблоком. Тут несколько этих изваяний. И все, больше ничего нету в этой комнате. Зачем я сюда ходил, непонятно тоже. Нам сюда идти. Следующий ключ. Вставляем его тут же. Тут проход. С рычагом. Углубляемся в подземелье. Впереди, возможно, ловушка. Произвожу две атаки. Так. Может, страх так работает, что я дополнительную атаку могу делать? Не знаю. Мумия получает. Ловушку избегаю. Факел тут. А тут рычаг должен быть, наверное. Или эту дверь надо открывать как-то иначе? Хм. На стенах потому что ничего нету. Куда ведет? В капитальный коридор. Эту дверь надо открывать. Ну, тут не написано, что что-то не хватает. Но я могу монету возложить. Не хочешь? Да. Тут какую-то кнопочку. Может, я не вижу просто, ребята. Ну, тут реально очень тяжело что-то выловить. Вот тут вот такая миллиметричная. На самой двери кнопок нету. Вылупить не получается. Тут тоже ничего нету. Стены осматриваем тогда в таком случае. Может, здесь? Не, не, ничего нету. Непонятно, как дверь открыть. Ладно, покидаем это помещение. О, тут лежит. Яун камень. Вместо камня голода, наверное. Что это еще делает? Повышает. Повышает. Не знаю, что повышает. Это какой-то такой зеленый. Зеленый тоже можно посмотреть. Кто-то тут сбоку нападает, когда я камень Яун смотрю в подземелье. Посмотрите. Не сметь нападать. Давай его повесим и посмотрим, что это может быть за камень Яун. Засейвимся, во-первых. Оп. Тан. Та-тан. Интернетик. А там все фанк. Так. Зеленый. Грин. Плюс один сейв. Плюс один спас броски. Конечно, его надо брать. Конечно же, ребята. Плюс один спас броски. Хотя в мануале про спас броски ни слова не написано. Ни слова просто. Просто ни слова. Про какие-то резисты написано. Но точно так же написано, как вот в классической Icewind Dale. Там про вещи. Получи ключом. Слышишь? Патрулю, как будто двойная атака залетает. Шлем старый оставляем. Ключ. Ангха. Вставляем. Тут одна атака. Тут двойная атака. Да. Он убегает в страхе. Он, очевидно, убегает в страхе. Потому что он иногда разворачивается. У меня были ситуации, когда мы сражались с какими-то персонажами с базовыми противниками, то они тоже иногда разворачивались, убегали. Может быть, тут есть проверки на страх. Следующую дверь не открыть. Открыть рычаг есть. Открываю. И совершаю ошибку. Может, сейчас шлем фанга зарешает. Видите, две атаки залетело. Может, это не две атаки. Может, это так страх работает, что он убегает. Сейчас одна атака. Вот сейчас его... Он испугался. Так. Это вообще меня не сломит. А мумии не подвластны страху. Потому что, как и вся нежить. Нежить не боится ничего. Потому что она и так уже мертва. Хе-хе-хе. И была воскрешена. Немножечко. Ты получаешь. Ну-ну. Сразимся. Так. Ну шо? Вот так он не боится. Он боится только, когда я атакую. Вот сейчас вот залетело ему. Скелетонкий. Давай сюда. Кто тут? Тут комната, в которой надпись по стамент. Что-то лежит еще. Что это? Ну, монета лежит. Монету можно взять. И вторую дверь можно не отпирать. Потому что ее надо отпирать красным ключом. У меня он есть, в принципе. Да? Но его можно сэкономить. Мумия получает. Вот почему такой предмет не выпал с самого начала. С эффектами страха. Непонятно. Следующая дверь. Следующий проход. Следующая дверь. Следующий проход. Куда-то мы вышли в место, которое я видел. Сюда заходим, да? Что надо? Надо ключ. Ключ вот такой. Оп. Так. Там просто от силы сбеговищка троллей. Ребята. Тролль получает. Следующий тролль получает. Бежит в страхе. Но разворачивается на меня. Так. Получает. На 13. На 9. Получает. Разворачивается. Боится. Паладину не нравится. Такое заклинание страха. Чтобы. Ну с одной стороны нравится. Но с другой стороны нельзя. Чтобы оно над паладином. Возгордилось. Наша паладинша. Потому что надо честно сражаться. Правильно? Сарко Керриган. И музон что-то закончился. Что закончился музон? Непонятно. Там у меня. На этом. Сейчас мы закончим с этой мумией. Я проверю что с музоном. Ребята. Я музона не слышу. Комната сделана. Сейф еще сделаем. У меня сила магии возрастает. Потому что достаточно долгое опознание предметов висит. Проверим музон. Да. Музон был отключен. Потому что. Перемотка была. Отключена. Ничего страшного. Теперь он вернулся. И. Нас Джереми Соул еще раз порадует. Своим великолепным саундтреком к игре. Который обязательно тоже будет на канале. Ребята. Но после. Не знаю когда. Надо бы уже. Потому что зимой скоро пахнет. Ну. Не знаю. Там. Побеждает. В супер нереальном голосовании. Вроде бы уфошечка все таки побеждает. Это. Уфошечку очень давно ждут. Особенно. Самые старые подписчики. О. Потому что эпичнейшее было прохождение. И наверное все таки это будет уфошечка. И наверное она даже появится раньше. Чем вот этот вот. Проход с Аркой Керриган. По данжен хаку. Да. Хорошо. Ну вы знаете что я кое-что пишу наперед. Когда у меня есть настроение. Зависит от настроения. Зависит от того. Какой у меня в принципе день. Столкновение с стрелями. Большое. Они не представляют уже опасности. Вообще никакой. Потому что с каждым ударом они боятся. Так. Но пробивают меня потихоньку. Потихоньку. О. Там. Короче. Undead кричер. Это босс уровня. Это сложная тварь. Это. Хорошо что у меня. У меня бафы висят. Висят. Тварь это может влупить. Дай боже просто. И она не подвержена страху. На 15 пробивает. Так. На 6 надо отступить. Перегруппироваться. Я получаю. Где она делась? Вот она. А. Тут еще ловушки срабатывают. Противный бой. ХП мало. Удар. Удар. Я на 13 получаю. Доспех. Филда. Доспех. Слышишь? Минус 6 класс брони. Броня фанга. Минус 5. Броня филда получше. Скейл мейл еще выпадает. Седлара какая-то палка еще выпадает. Что делает тоже не могу проверить. Могу. Фрост. Конус холода. Заклинание. Может быть комплект работает, когда у меня все доспехи надеты. Но армор филда получше. И что еще выпала? Еще монета серебряная. Монета мы выбросим. Так. Киндроп. Это вряд ли что-то будет хорошее. Потому что класс защиты 0 становится. А вот этот доспех филда очень хороший. Мне показалось, что на 1 класс персонажа 1 будет дропаться. Заклинание холода не сработает. Будет дропаться 1 комплект. 1 комплект. Что там мумии? Мумии я понимаю, что можно огнем бить. Палочкой огня. Но у меня вроде бы нет такой палки. Потому что амулет фаерболов я потратил на Living Mag. Это эти твари черные. Ты получаешь и все. Значит здесь где-то выход на следующий уровень подземелья. Вот именно здесь он. Хорошо. Вот тут остался неизведанный кусок. Может мы туда и пройдем. Надо посмотреть. Что делает доспех филда. Ctrl F. F. Армор. Слушай, я тут так не... Ну фанга надо искать опять. Потому что... Предметы Кейна. Предметы Ревенны. Предметы Оникса. Греу. Высокого приста. Мирта. Фуса. Филда что делают? Миднайт. Так. А что-то нету тут этих предметов. Ревена. Оникса. Греу. Высокого приста. Все. Фуса есть. Все. Аниматых предметов. Тут тоже не полностью все описано. Тут есть. Тут вроде бы не было у меня. Спешил Обджикс. Тут у меня не было. Не знаю что за доспех. Еще раз. Смотрим. Смотрим как он называется. Филд Плей. Может это просто полный полный этот полная плата. Полное платье. Полный пластинчатый доспех. Филд. Филд Плей понижает класс защиты на 8. Да. Это полный пластинчатый доспех без каких-либо фанга, армор. Дает резисты к огню. Я думаю мне резисты к огню важнее, ребята. Поэтому, как это ни странно, мы вернем доспех фанга. И в случае чего у меня полный комплект фанга становится. Про какие-то супер резисты ничего не написано. Но может быть все-таки что-то дают. Ловкость двадцатки это за счет щита. Армор класс минус 8 становится. Если я так напялю армор класс минус 9. О, хорошо. Но этот доспех надо оставить. Полный армор. Этот доспех надо оставить. Где там был короткий меч? Вот он. Отдыхать? Да, тут надо отдыхать. Потому что это было... Трудный бой был достаточно. Хиль уже. Свои несчастные заклинания. Сейчас слабо так хилишь. Сюда, сюда. Сейчас мы захилим самостоятельно. Оп. 96. Еще кто-то там выпендривается в подземелье. Но сейчас мы отдохнем. Еще чуть-чуть захилимся. Будет полное хп. Да, там кто-то вжух производит. Лев хендс пошел. Что, блэс пошел. Далее. Если открыть свиток заклинаний, то... О, Детект Магик надо убрать. Защиту от зла вешаю. Помощь вешаю. Резисты огню получаются не нужны, раз у меня есть этот доспех. Защита от негативного плана. Ну и так пойдем. Так, пойдем. Так, пойдем. Так, идем сюда-сюда. Противник может сзади напасть. А я думаю, мы на следующий уровень переходим. Вообще... А, тут ловушки срабатывают. Все-таки вот эта гадость стреляла по мне. Тут хорошего босса сделали, потому что да, сложный бой. Мумия. Получает два удара. Ничего противопоставить не может. Я кушать хочу. Слушай, мы вернемся. Я потому что снял камень Иоун. Еду съем вот эту. Что там еще было? Еще была монета, да? Мне ее брать некуда. Я, ну... Сарочка поела. Если еще есть заклинание создать еду. Две мумии? Что-то выхода нету, ребята. Выхода нету, потому что нам еще коридор предстоит. Тут еще далеко не все закончено. Так. Вот и коридор. Ничего нету. Ловушка может быть. Хата. Тут еще далеко не все закончено. Дверь с кнопкой. Выход. По карте. Ну вот тут вот кусок я не нашел. Значит, секретная дверь может быть здесь. Или вот здесь. Да, наверное, где-то вот здесь. Я не буду уже туда возвращаться. Я перехожу на следующий. Получаю очередной свой опыт. Посмотрим антураж подземелья. О, ребята, пахнет уже серьезно все. Ох, тут это серьезный противник. Так. Два удара, она готова. Это нага водяная, по-моему. Но тут уже будем разбираться в следующем серии, потому что это, по-моему, уже 17 уровень. Мы это посмотрим. Да, это 17 уровень. Господи. 2 миллиона 719, 792 тысячи опыта получает Керриган. Отличная серия. Два этажа прошли. И в следующей серии, судя по всему, финалочка. Хорошо. Хорошо. Данжен хак очень хорош. Спасибо за внимание, ребята. В следующей серии увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok